День информации, пожалуй, один из самых длинных дней в рабочем графике депутатов. Наша съемочная группа рано утром отправилась вместе с Фаиком Осяевым в село Дмитриевка и Завьяловка на встрече с коллективами сельхозпредприятий, чтобы оценить работу и узнать, какая требуется помощь. Удивила организация работы. Здесь, можно сказать, законченный цикл. Мы таких комплексов, конечно, побольше в Оренбургской области. И, по-моему, это дало бы результат, увеличило бы, конечно, и рентабельность производства. Молочная ферма приносит хорошую прибыль. Порода вот этих коров специально закуплена в Канаде. Аппетит у них хороший, но и у дои дают неплохой. Корма заготовили, с доем, сейчас работаем потихоньку. Все вроде пока в достатке. Если возможность такая будет, конечно, субсидии. Дальше, чтобы продолжали нам платить. А возможность, по словам депутата Фаика Осяева, обязательно будет. Вот только надо увеличить дотацию на производимую продукцию. Ведь рентабельность молока зависит от многих экономических факторов. Например, это растущие цены на электроэнергию и дизельное топливо. Конечно, это сказывается на рентабельности. Поэтому считаю, что правительству надо будет изыскать где-то дополнительные средства, для того, чтобы увеличить дотацию на молоко. В целом, визит в Бугорусланский район оказался весьма продуктивным. Кроме просьб о субсидиях на производство, жители жаловались на качество дорог и развитие инфраструктуры на селе. Депутаты услышали просьбы горожан и сельчан и обещали во всем разобраться. Иван Бер, Вадим Нечаев. Наше время.